Всем привет! Это моё первое видео с голосом, ну и вообще это видео не по теме канала, но да ладно, не суть. Сегодня я с вами хотела поговорить на одну тему. Я знаю таких видео на ютубе миллион, но я решила, почему бы мне тоже не снять такое. И это видео о том, как же быстро накопить примагимы в Genshin Impact. Ну а перед тем, как мы начнём, хочу сделать небольшую рекламу моим двум ТГ-каналам. На первом ТГ-канале я в нём выкладываю воспитатель по песен, ну а второе я выкладываю в нём свою личную жизнь и разную инфу по Genshin. Я буду очень благодарна, если вы подпишетесь на них. Ну-с, давайте начнём. Итак, во-первых, установите себе цель, на кого персонажа вы будете копить. Во-вторых, запаситесь терпением, чтобы не сливать все ваши драгоценные примагимы на ненужного персонажа. Ну, вроде всё, давайте же перейдём к самим способам. Первый способ – это выполнение дейликов. Занимает это 5 минут, за что вы получаете 60 примагимов. Второй способ – это ивенты. Обязательно их приходите, это очень прибыльный способ. В основном за ивенты можно получить от 600 примагимов и более. Третий способ – это посещение стримов разработчиков. Постоянно перед новым обновлением Хойверс проводят стримы, где показывают нововведения. И также на этих стримах дают 3 промокода. Каждый на 100 примагимов, но только они работают всего лишь в день. Ну и плюс, в начале каждой обновы нам дают 600 примагимов. Четвёртый способ – это зачистка регионов. Это довольно нелёгкий способ, но если вам надо быстро заработать нормальную сумму примагимов, то это способ для вас. Пятый способ – он, правда, подойдёт не для всех, и это прохождение бездны. Два раза в месяц она сбрасывается, а в сумме за её прохождение можно получить 600 примагимов. Шестой способ – это создание мира. Они есть в каждом регионе, и, следить, какие у вас не сделаны, можно в инфляции, отвечающих за репутацию. Седьмой способ – закрытие сакуры, древа снов и дерева мерзлоты. Они тоже принесут вам какое-то количество молитв. Восьмой способ – чайник безмятежности. В чайнике мы тоже можем получить как минимум какое-то количество камней истока. Девятый способ – это достижения. Их выполнение принесёт маленькое, но хоть какое-то количество камней истоков. Десятый способ – это отметки Хойлап. В месяц мы можем получить 60 примагимов. Ну и не забываем про магазин Пайман. Там мы каждый месяц получаем 5 стандартных и 5 ивентовых круток. Вот такие вот способы, но это я ещё не упоминала о Луне и БП. Хоть эти способы оказались очевидны, но это видео направлено для игроков, у которых маленький ранг. Вот и всё, видео подошло к концу. Надеюсь, вам понравился такой формат видео. Если да, то напишите в комментариях. Ну, а на этом всё. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока-пока. Чау-чау. Субтитры сделал DimaTorzok